Аскеза — это когда человек добровольно лишает себя комфорта с какой-то целью. Есть аскезы в благости, есть аскезы в страсти, есть аскезы в невежестве. Аскезы в благости — это когда человек это делает с целью развития, лишает себя комфорта. Аскезы в страсти — это когда он хочет выделиться среди других, хочет показать себя. Аскез невежества – это когда человек выпендривается, рискуя жизнью. Например, пельмени наспор ест или с резинки с моста прыгает, показывает, какой он крутой. Это аскеза тоже, но это аскез невежества. Она приносит деградацию, аскеза в страсти дает такие плоды очень временные, человек выпендрился, получил какой-то результат, он начал гордиться собой, потом деградировал из-за этой гордости. Аскеза благости развивает человека и побеждает судьбу. Аскеза в целом побеждает судьбу так же, как человек заходит в гору. Есть как бы три типа отношения с горой – это гора, это как судьба. Судьба, когда в гору идет, трудности начинают. Если человек совершает аскезу, то он способен идти в гору, у него появляется сила, он переходит через горку. Если человек совершает пожертвование и помогает людям, тогда то ли судьба его поднимает над горой, то ли она срезается, то есть уменьшается гора, может уменьшится, если человек добрые дела делает. А если человек молится Богу, то он ее сжигает, то есть она все меньше и меньше становится. Препятствие уничтожается благодаря молитве, человек переходит через него благодаря аскезе и оно может уменьшиться благодаря пожертвованиям. Три типа победы над судьбой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова